Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я посмотрела выложенное на YouTube ваше интервью, зашла на сайт, почитала мнение коллег о том, что и как вы делаете, говорите. И судя по всему, что вы получаете большое удовольствие и от процесса, и от результата. Скажите, пожалуйста, о чем вызван вообще ваш личный интерес к НКО? И с чего это началось? До или после назначения на пост генерального директора Фонда президентских грантов? Ну, интерес, конечно, был задолго до этого. То есть я еще в годы учебы, наверное, в школе, с этого все и началось. То есть у меня была сначала детская стенгазета, потом областная детская газета, потом такая была ассоциация молодых журналистов. И потом как бы постепенно, изучая работу некоммерческих организаций, мне стало интересно. И в конечном счете, уже в студенческие годы, я сам стал руководителем некоммерческой организации. Вы делали НКО собственными руками. Организовывали проведение грантовых конкурсов. Сейчас руководите фондом. А вообще, какую задачу вы перед собой ставите? Вот все-таки главное это финансирование, поскольку вам эта проблема понятна. Или может быть распространение опыта или еще что-то? Ну, во-первых, задачу все-таки ставлю не я, а ставят нам задачу президента, потому что мы фонд, который создан президентом. А президент довольно емко сформулировал цель деятельности фонда. Фонд должен создать условия для самореализации граждан, которые не безразличны к проблемам других. А это, разумеется, не только деньги. И просто раздачей денег многие проблемы не решить. И самое главное, ведь вопрос в том, чтобы средства и работали эффективно. То есть, а это означает, что мы должны помочь, во-первых, сначала отобрать проекты, помочь правильно их структурировать. Потом, кроме финансовой поддержки, тогда, когда нужно содействовать тому, что у некоммерческой организации была и информационная поддержка, где-то консультационная, где-то, когда проект идет как-то не так, как запланирован, мы должны понять, почему он идет не так. То есть, зачастую это не от недобросовестности людей, а исходя из того, что, во-первых, это для многих все-таки второе направление по отношению к основному. То есть, есть какая-то практически полуволонтерская деятельность, то есть, есть какая-то основная работа у большинства людей, вовлеченных в сектор. И вот это второе направление, на него не хватает времени иногда, меняются немножко приоритеты. Потом ты просто пересчитал свои силы. То есть, все это бывает, и для нас важно, чтобы все-таки дело это продолжалось, чтобы любая инициатива, она в конечном счете была реализована, если людей что-то даже не получается, понять, в чем проблема. Но и это один аспект. А второй аспект здесь же в условиях, то, что деятельность некоммерческих организаций должна все-таки становиться более устойчивой. Поэтому фонд так организует свою работу, чтобы все-таки... И поэтому он подбирает партнеров, поэтому мы сейчас проводим какие-то конференции, поэтому мы много консультируемся с органами власти, чтобы деятельность некоммерческих организаций была более устойчивой. Это очень важно, потому что... Ну вот представьте, проект, он у нас в рамках сейчас первого конкурса было возможно до 18 месяцев подавать проекты, и были даже долгосрочные, до трех лет. Но все равно проект когда-то заканчивается, грантовое финансирование. Многие, кто получают его, они вот до этого момента ни о чем больше не думают. То есть они вот настолько заняты проектом, что вот как бы момент настает, и дальше... А что делать дальше? А вот если это была работа с больными детьми, с детьми-инвалидами, если это была защита бездомных животных, что дальше? Вот теперь денег нет, что будет происходить, если они не получили следующий грант, если заранее не подготовились к этому моменту? Вот для нас важно, чтобы деятельность, любая позитивная деятельность, она продолжалась. То есть такое накопление опыта происходить должно? Ну, конечно, должно происходить накопление опыта и выявление лучших практик, потому что если у кого-то что-то получается, и кто-то придумал вообще технологию какой-то работы и реабилитации, например, которая очень хорошо идет, например, вот там сейчас стало модным явление ипотерапия, хотя где идет реабилитация помощи лошадей, хотя там лет 10 назад никто даже представления не имел, что так оказываться можно. То есть также есть реабилитация с помощью домашних животных, но это все новые технологии. Когда ты их выявляешь, ты можешь передать этот опыт в другие регионы. И здесь в этом смысле фонд, который работает на всю страну, он, видя, что где-то есть проблемы, а в других регионах научились их уже решать, он может в том числе способствовать тиражированию этих практик, перенесению их в другие регионы. То есть все-таки такая цель тоже есть? Конечно, но вот самое главное, но в основе всего лежит инициатива людей. То есть мы, наше отличие от власти, то, что власть все равно, ну, у нее задача так поставлена, у нее есть набор задач, которые она пытается где-то успешно, где-то не всегда успешно, но решать на всех уровнях. А задача, которую перед нами поставил президент, это все-таки, что есть инициативные люди, они видят проблему, поэтому фонд не задает никаких приоритетов. Он не говорит, что вот это для нас самое важное, вот все бегите сюда. Потому что приоритеты, мы, наоборот, исходя из заявок, видим, что людей больше всего волнует. Вот у нас больше всего подается проект по направлению охраны здоровья. То есть мы понимаем, что людей это вот очень волнует. На втором месте у нас образование и просвещение. То есть мы понимаем, что для людей, опять же, одна из главных проблем – это образование их и их собственных детей. И уже на третьем месте социальная поддержка. Вы ездите по регионам, да? Это ваша не первая поездка. Ну, во-первых, мне интересно, с какой целью, ну и почему сейчас Архангельск выбран? Ну, во-первых, Архангельск довольно успешно участвует в нашем конкурсе, с одной стороны. С другой стороны, у него довольно большой потенциал. Сейчас прошел первый конкурс, и по итогам первого конкурса мы поддержали проектов уже больше, чем наполовину той суммы, которая была в прошлом году. А впереди еще второй конкурс. То есть мы сейчас уже поддержали 17 проектов на сумму 48 миллионов в Архангельской области. Понятно, что каждому региону вообще всегда ведь интересно, а как он выглядит на общем фоне, на фоне страны? Чем он уникален, привлекательен? Вот мнение об Архангельской области, да, раз вы говорите уже проектов стало больше, уже сложилось в отношении НКО? Насколько они активны, насколько потенциальны вообще, да, то есть могут дальше развиваться? Ну, точно есть мнение о том, что очень активные некоммерческие организации, много инициативных людей есть. И проектов, ну, это говорит о количестве проектов. То есть у нас на последнем конкурсе было 85 проектов из области, а в прошлом году совокупно мы почти 150 получили. То есть это значит, что есть инициатива, но явно есть потенциал увеличения даже числа поддержанных проектов. Ведь на самом деле получить поддержку и получить президентский грант на самом деле не так сложно. То есть просто есть набор неких простых правил, которым не всегда все следуют. То есть ведь кто-то считает, что это очень сложно написать проект, но проект написать несложно. Мы всегда это сравниваем примерно с курсовой работой. Вот обычная курсовая работа в ВУЗе, это, ну, либо равно, либо чуть сложнее, чем президентский грант. То есть заявка... Потому что ведь ты просто должен переложить в заявку то, что хочешь сделать. И описать это довольно несложным языком. То есть никто, наоборот, не хочет, чтобы там были какие-то там... Такие конструкции, как и канцеляризмы, там... Ну, то есть человеческий. Там должен быть человеческий язык, что вот мы, организация, у нас сейчас 25 подопечных детей-инвалидов. Мы с ними занимаемся, но нам не хватает вот этого, вот этого, вот этого. Если бы у нас появилось вот это, вот это, вот это, то мы бы, во-первых, а, стали бы с ними больше заниматься, и реабилитация была бы более эффективной. Кроме того, мы бы еще там 15 человек привлекли, например, нам не хватает вот чуть-чуть расширить помещение, где-то, чтобы подремонтировать, купить какое-то дополнительное оборудование. И вот все это можно писать простыми словами. У нас сразу уходят вот в такой вот, в космос куда-то порой заявки, пишут там в соответствии с такой-то стратегией, теми-то утвержденными, в ней отмечена важность. Вот эксперту-то это все неинтересно читать. Он, как бы, может быть, и знает, что есть какие-то важные программы государственные, есть законы, все это понятно. Но мы-то про жизнь, вот про что вы? Потому что вот у нас очень много общих фраз, потому что и есть прям типа проектов, где вот сталкивается, особенно там, вот проекты по патриотическому воспитанию. У нас есть такая тема, она важная. Ну а очень часто там вот масло масляное, вот патриотическое воспитание нужно... То есть нужно конкретно? Нужна конкретика. Вот а что вы собрались сделать-то? То есть вы, ребята, вы видите в летний лагерь, вот и что вы там будете с ними делать? Если они просто будут по лесу с автоматами бегать, то вопрос о том, патриотизм это не патриотизм, непонятно. То есть вот патриотизм это все-таки примеры. Это примеры тех людей, которые, на основе которых мы понимаем, что наша страна действительно достойная, и жить в ней вообще гордо, потому что мы очень многое сделали. Вот это вот, а это на примерах, на живых примерах, а просто рассказывать лекцию, что надо любить свою страну, не сработает, особенно для молодежи. Вы говорите, что действительно на первом месте запросы – это касающиеся здоровья. Вы говорили, что в Москве, например, на первом месте – это наука просвещения. А вот если говорить о регионах, ну уж, конечно, было бы очень интересно по Архангельской области, то что на первом месте? Очень много запросов связано с соцподдержкой. И, наверное, на первом месте выходит все-таки проблема соцподдержки. То есть это работа с инвалидами, это помощь детям, помощь семьям. То есть это вот такая вот в широком смысле социалка. 13 направлений указаны на сайте фонда, по которым можно получить гранты. Вот скажите, по каким из этих направлений больше всего всегда проектов появляется? И на ваш взгляд какие-то есть, которые вас, может быть, поразили, удивили, впечатлили? У нас грантовые направления, они все равно отражают вот некий широкий спектр работы некоммерческих организаций. Но есть направления вот такие широкие, как охрана здоровья, а есть все-таки некие узкие направления, например, как общественная дипломатия, где уже создаются бобротинские связи, какие-то коммунитарные проекты совместно с другими странами. Там всегда проектов меньше. Есть, например, поддержка малых талантов в сфере культуры и искусства. Это новое направление, которое нам президент поручил включить в конкурс. Но, опять же, это направление уже про больше общенациональные проекты, большие, когда в масштабах страны отбираются молодые таланты по разным уже жанрам и видам искусства. А при этом, если, например, даже в рамках небольшого региона идет отбор тоже талантов, то лучше подавать проекты в сфере культуры. На самом деле, самый главный совет любой организации, которая претендует на президентский грант, это прочитать материалы. Потому что у нас такая русская национальная забава же все-таки вещь с коробки достать, сломать, а потом почитать инструкцию. Вот у нас большая часть проектов, все равно заметно, что они инструкцию не дочитали. Потому что она небольшая. То есть мы на методические рекомендации, но есть положение конкурса, есть методические рекомендации. Все это выложено на сайте. Все это можно прочитать. И там все очень подробно, на все практические вопросы есть ответы. Просто не все доходят. А вот регионам все-таки, на ваш взгляд, чего не хватает? Идей интересных или знаний? Вопрос непростой, потому что идей в регионах более чем много. Наверное, когда мы проводим конкурс, мы всегда говорим, что оценивается в конкурсе не идея и организация, а все-таки проект. То есть то, как эта идея будет воплощаться в жизнь. Идея может быть совершенно классной. Ведь вряд ли у нас на конкурс приходят проекты, которые про что-то плохое. Всегда проект, любая заявка, это идея про что-то, как сделать жизнь лучше. Но побеждают у нас в среднем, сейчас побеждает каждый пятый поданный на конкурс проект. Это на самом деле хороший результат, потому что это довольно много. Но 4 из 5 не побеждают. Там была хорошая идея. Но экспертам показалось, что либо организации, команды, которые претендуют на реализацию этой идеи, не хватает опыта, и она не справится. Либо то, как средства, которые запрашиваются. Это либо тратится нерационально, либо вообще есть другой способ решения этой проблемы. Ну вот самый простой пример. У нас очень много проектов волонтерских. Ведь волонтерские проекты разные. Есть вот обычный пример. Вот мы соберем волонтеров, купим им футболки, они пойдут в лес и очистят его от мусора. Вроде бы идея хорошая. Но мы же с вами понимаем, и это понимают эксперты, которые оценивают проекты у нас по сфере экологии, что это можно сделать, это чему-то поможет. Но на следующей неделе в лесу снова будет мусор. И, наверное, если заниматься этой проблемой, то нужно заниматься более системно. То есть ставить какие-нибудь еще и плакаты в лесу, что какие-нибудь такие, чтобы задевать человека. Очень лучше людей, которые будут бить по руке. Ну, может быть. То есть каким-то образом воздействует, чтобы людям не хотелось бросать этот мусор, понимать, почему они бросают. Может быть, там нет контейнеров в удобном месте, может быть, по пути движения нет их. И достаточно каких-то действий совершить, чтобы мусора там стало меньше. Но это один из примеров. То есть здесь всегда очень важно, насколько в проекте решается проблема, насколько есть движение в решении проблемы. И поэтому идей в регионах хватает. Вот, наверное, еще хотелось бы, чтобы... Но над этим надо всем работать. То есть это не и власти нужно работать, и бизнесу, и другим общественным организациям, чтобы больше людей, приходя в этот сектор, они не пугались вот этого... То есть все говорят, вот проект, нужно что-то написать. Но ведь на самом деле это не потому, что мы хотим какую-то... Заставить как раз бумажку бюрократическую написать. Нет, проект вообще пишется не для нас, он пишется для себя. Потому что вот человеку кажется, что вот у меня классная идея, мне сейчас вот нужно только 2 миллиона рублей, не знаю, или там меньше, больше, и я все сделаю. А потом, когда он получает эти деньги, он не понимает, что делать. Санна логику выстроит, да? И поэтому проект, он... Ты пишешь его для себя. Ты пишешь, вот что ты хочешь сделать. Вот я завтра пойду покупать оборудование, потом там я найду партнеров, еще что-то. То есть вот и ты пишешь себе план, то есть что ты будешь делать. И эксперт, читая твой план, говорит, ага, все понятно. Это же вот как вот с походом, если вот человек собрался в поход, и он неопытный, то в походе, ну, ты же должен взять туда... А все кроме нужного возьмут. Да, взять с собой теплую одежду, взять там спальный мешок. И если у тебя чего-то из важного не будет, у тебя поход пойдет не так, как ты запланировал. То есть тебе казалось, что это будет прогулка по красивым местам и удовольствия, а будут проблемы. То есть ты вернешься больной, там, недоевший, недоспавший, и у тебя никакого удовольствия не получишь. Так же и здесь. Вот проект — это лишь вот путь из точки А в точку Б. Но как его пройти самым оптимальным путем и с самыми оптимальными ресурсами? Вот проект в прошлом году, проект от Архангельской области, это инклюзивный спектакль был «Волшебник изумрудного города», он получил президентский грант. И руководитель этого проекта Инна Соловьева участвовала в встрече с президентом, это вся страна видела. И тогда Путин сказал, что поражен, как такими небольшими средствами можно достигать таких больших целей. Вот мне вообще интересно, насколько президент участвует в том, что происходит в фонде. То есть знает ли он, как распределяются деньги, насколько потом работают вот эти идеи? Спасибо большое за вопрос, потому что на самом деле президент очень живо интересуется. Вот кажется, что он на самом деле безгранично занятой человек. Это правда, потому что даже вот та встреча, о которой вы говорите, о которой мы проводили там 3 ноября прошлого года, она почти всегда на ногах. То есть это же была встреча, вот мы вокруг президента собрали, и меня потом еще протокол президента ругал, что говорит, вы, Виталия Владимировича, обещали, что будет 20 минут, а президент проговорил там 33 минуты с ними. Я говорю, ну как, что мы возьмем Владимир Владимировича, и скажем, Владимир Владимирович, пойдемте, у вас уже время вышло на общение. А ему было интересно, ему было интересно каждый из проектов, который мы показывали. Он очень живо интересуется, он старается в региональных поездках, мы стараемся показывать ему, вот он был в Красноярске, мы показывали ему там футбольный клуб, в котором играют ребята вообще из детских домов, которые из них созданы. То есть мы в разных поездках президента, мы стараемся ему проекты показывать. Ему, конечно, очень интересны результаты, то есть каждому конкурсу, что происходит. И он вот последнее время как раз отмечал, что очень здорово, что у нас становится больше победителей как раз из сельской местности, и из малых городов. Он говорит, ну неужели они там могут проекты написать? Мы рассказываем, что да, пишут наивнее, но за счет того, что у фонда, ведь у фонда требования к качеству проекта повышаются с размерно запрашиваемой суммой. То есть вот чем выше запрашиваемая сумма, чем больше требования к проекту. Поэтому если проект хороший, про доброе дело, но всего-то на несколько сот тысяч рублей, у него очень большие шансы на победу, если там действительно есть организация, есть команда. А если когда он начинает уже запрашивать большие средства, то их тоже реально получить, но тогда проект должен быть уровень проработки, и уже требования есть к опыту организации. И президенту все это, конечно, интересно, он живо вникает в то, что происходит, и от нас прям запрашивает порой объяснение, почему так, а почему здесь, а почему здесь, в каком регионе, а почему в этом регионе нет победителей, или там их мало победителей, с чем это связано. И мы ему рассказываем, объясняем. А как вообще вы оцениваете результат? Обратная связь существует? Ведь не потому, сколько вы денег выдали регионам, хотя я знаю, что есть топ-10 регионов-победителей, по морю не входит туда. Надо сказать, что Архангельская область по объему средств, выделенных сейчас, на достаточно хорошем месте, потому что 48 миллионов, которые выделены по итогам последнего конкурса, это довольно высокая среди регионов позиция, но, конечно, оцениваем мы не деньгами и не количеством проектов. И оценка всегда делается уже после того, как проекты завершены. Для нас очень важно, и у нас есть целый механизм оценки социального эффекта, потому что важно потом обществу показать, что было сделано, что изменилось, где какие-то события, потому что люди тоже этим интересуются. И самый лучший для нас показатель, для фонда, ведь мы можем бесконечно долго говорить, что у нас там прозрачная экспертиза, что у нас там нет никакой мохнатой лапы и нет никакого там служебного входа, куда можно зайти и за проект походатайствовать. Потому что у нас даже Сергей Владимирович, наш Кириенко, как представитель организационного комитета, на последнем заседании об этом даже говорил, что в прошлом году еще к нему пытались подходить какие-то там великие и говорить, что вот, а вот может быть там как-то посодействовать проекту. И он отвечал, что, ну, посодействовать никак нельзя, потому что есть экспертиза, есть конкурс. Но вот сколько мы потом, вот сколько мы не ездим по стране, все равно даже среди губернаторского корпуса не всегда все верят, потому что говорят, нет, наверняка там все-таки, ну, это вот, понятно, на камеру говорят, что все по-честному, наверняка там какой-то и какой лаз есть, вот какой-то, все-таки там какой-нибудь вот списочек можно просунуть, а этого нет. И здесь очень важно, и как бы мы вот это ни говорили, все равно верить в это можно только в одном случае. Люди в это поверят, если увидят, что, а вот что же это за проекты, что же сделать, Если зайдут в социальную сеть организации и увидят, что там действительно работа. Вот как с тем же инклюзивным спектаклем, да, мы, но ведь мы, попав к президенту, это была большая работа, организация уже, и у нее большая социальная сеть. И люди видят, что вот да, здесь есть, в этом проекте есть жизнь, и он настоящий. И для человека в каждом регионе будет важно посмотреть, а вот кто у меня в регионе победил? Вот где эти люди, где у них социальные сети, где сайты, где про них коммуникации? То есть вы видите уже к ним обратиться? То есть это не ваша задача направить? Наша задача показать, кто это. То есть кто-то, ведь кто-то к ним пойдет за помощью. Кто-то, наоборот, пойдет и скажет, ребята, может быть, мы вам поможем? Может быть, пойдут предприниматели и скажут, а может, вам нужны какие-то дополнительные ресурсы? Мы вам поможем. Может быть, кто-то пойдет волонтером. Скажите, а вообще вот из этих 13 направлений, как-то деньги должны быть примерно равномерно распределены между всеми? Или это вообще не имеет значения? Вообще не имеет значения. Почему? Потому что мы никакого квотирования специально не делаем, потому что в основе всего лежит качество проектов и их обоснованность. У нас бывает такое, когда проекты не побеждают, говорят, ну как же так? Вот у нас такая важная тема, а вы на такую ерунду даете средства, на какой-нибудь конкурс художников, а мы-то занимаемся здоровьем, а вы тут такой-то конкурс художников. Но на самом деле для нас важно, все проекты оцениваются по единой методологии, чтобы была справедливость. Есть 10 критериев, есть актуальность. Если какая-то важная тема не прошла, это значит, что все-таки проект был недоработан. Потому что если бы проект был доказанной актуальностью этой темы, потому что да, можно взять какую-то важную тему, но не факт, что ты хорошую инициативу здесь предлагаешь, и у тебя все там проработано, и по всем критериям ты проходишь. Поэтому все идет от качества. То есть объем средств по каждому направлению уже определяется, что называется, после. То есть зависимость от количества инициатив и их качества. А вот те 700 экспертов, которые работают у вас по стране, это из серии «Доверяй, но проверяй»? Зачем? По-другому нельзя построить конкурсный механизм. То есть эксперты оценивают... Ведь мы получаем огромное количество проектов. Вот мы сейчас на конкурс получили более 9 тысяч проектов со всей страны. Все 85 регионов. Их нужно проверить, нужно оценить как раз по этим критериям. Это делают эксперты. Вот это огромное наше сообщество экспертов оценивает заявку. Каждую заявку два эксперта минимум оценивают, но потом уже, если у них есть разногласия, то назначается третий эксперт, который смотрит, какая экспертиза более объективна. И иногда бывает даже четвертая экспертиза. Поэтому это экспертное сообщество нужно, чтобы как раз была прозрачная и понятная система оценки. То есть они расставляют эти баллы, они под 10 критериям ставят свои оценки. Каждой оценке они пишут комментарии. А вы имеете такое же право, как все остальные эксперты? Но вот вам очень понравился по какой-то причине, какой-то проект, то есть у вас есть обоснование? Очень хороший вопрос, потому что на самом деле у сотрудники фонда, даже генеральный директор, не могут выступать экспертами. То есть мы не можем оценивать заявки. И на совещаниях уже по экспертизе, поскольку я не вхожу в состав ни одного экспертного совета, я присутствую, у меня право совещательного голоса, но у меня нет права влиять на какой-то той или иной проект. То есть я в большей степени нахожусь на заседаниях этих вот экспертных советов для того, чтобы не допустить как раз возникновения конфликта интересов и наоборот вытягивания или утопления каких-то проектов. То есть у меня там роль больше такого балансирующего, но при этом какой бы мне проект не понравился или кому-то из сотрудников фонда, механизма у нас его вытащить нет. То есть мы можем, потому что эксперты ставят баллы, среднеарихметическая дает рейтинг заявки, Координационный объединенный экспертный совет может с какими-то где-то оценки какие-то, не согласиться с экспертом, может изменить их, но все равно это не дает большого люфтопроекту, и он все равно у него есть рейтинг. А потом уже в список победителей попадают все проекты, которые набрали какой-то проходной балл. То есть вот для каждой группы определяется проходной балл. И все, кто набрали его, они проходят. То есть нельзя сказать, а вот это, пожалуйста, снизу вот вытащите сюда и поставьте сюда. Нельзя, потому что у него рейтинг другой, у него уже есть свой балл. Поэтому у вас и нет лично, да, у вас какого-то проекта, который прям вот вас поразил. Конечно, проекты самые разные, и порой я всегда радуюсь проектам из глубинки. То, что действительно смогли написать заявку, и то, что у них искренне так по-доброму относятся к своим территориям. Конечно, у меня даже на этом конкурсе есть проекты, вот как вы говорите, которые мне были очень симпатичны, я вчитывался в них, и я очень за них болел. И некоторые из этих проектов не прошли. То есть именно потому, что мне казалось, правильная идея, все расписано. Потом смотрю на совещание, а он не проходит по баллам. И уже когда, уже начинаю потом смотреть, читать экспертизу, и вижу, что эксперт заметил там. Потому что ведь вот в разговоре, вот мы сейчас с вами поговорим, я вам за три минуты попробую рассказать какую-нибудь идею, вы скажете, какой классный проект, здорово, там поможет людям, все здорово. Но я же вам за эти три минуты не сумею рассказать, на что я запросил деньги. Может, я там себе в проект заложил, там, не знаю, покупку, там, Мерседеса Виана, там, за 3 миллиона микроавтобуса. У нас такие есть. И возникает вопрос у экспертов, а неужели нельзя было купить какой-нибудь микроавтобус подешевле? Или вот что-то подобное. То есть вроде бы все классно расписано. С многосоставляющей, да. А потом будут нюансы в календарном плане, какие-то несостыковки. То есть я вам говорю, что у меня будет 100 детей проходить реабилитацию, а они покупают оборудование, которое, ну, можно использовать там по времени, получается, что 100 там никак не будет на этом оборудовании. То есть наоборот будет либо меньше, должно, если качественное, то меньше детей должно быть. Либо, наоборот, слишком сильно больше, тогда непонятно, что оно в оставшееся время будет. То есть оно, может быть, будет недозагружено, и непонятно, что, может быть, оно там платные услуги будет оказываться. Это тоже неплохо, но в проекте об этом ничего не написано. А вообще сумма от и до? На какой грант? Ну, грант – это ведь помощь, во-первых, это не полная сумма на реализацию проекта. Абсолютно. То есть мы все равно исходим из того, что грант всегда… Ну, это дополнительная поддержка. То есть президент инициативных людей поддерживает, но он не заказывает услугу, потому что поддержка – это значит, что ты не покупаешь какую-то услугу. То есть это не то, что… Поэтому у тебя не может быть нулевого вклада. Если нулевой вклад, значит, проект все-таки никому не нужен, включая тебя самого. Потому что мы же не требуем деньги вкладывать в проект. То есть кто-то вкладывает деньги, кто-то может привлечь средства предпринимателей, но это волонтерский труд. Его можно оценить в деньгах, а в проекте указать. То есть это вот твое бесплатное время, которое люди, собравшиеся в проекте, они будут тратить, волонтеры. Потом кто-то даст бесплатное помещение, какой-то предприниматель даст бесплатное питание. Мы не просим вот это софинансирование подтверждать, потому что мы его просим подтверждать только фотографиями. А вот размер гранта, все зависит, конечно, от проекта. У нас верхней планки нет. То есть, например, в прошлом году самый крупный наш грант был 50 миллионов, а в этом году мы дали сейчас даже 115 миллионов, самый крупный из наших проектов. А на что может быть, например, 115 миллионов? Ну, 115 миллионов – это на создание общенационального молодежного симфонического оркестра. Это огромнейший проект, в нем участвуют десятки крупнейших самых музыкальных организаций. И там из 250 человек в возрасте 20-28 лет в течение вот этого года будут отбираться ребята, потому что у нас же уже сформированы все симфонические оркестры в России. То есть мы знаем Валерия Георгиева, мы знаем маэстро Спивакова. И у него действительно, это оркестр, куда все мечтают попасть. А ротация там небольшая. Мы делаем большой молодежный симфонический оркестр, который будет выступать на самых престижных площадках. И отбор будет туда идти со всей страны. И вот те ребята, которые получат поддержку, то есть почему такие большие деньги? Это деньги не на кого, не на содержание кого. Это деньги на то, чтобы вот эти молодые ребята приехали в Москву, чтобы им давать деньги на то, чтобы у них было поесть, на проживание и на учебу. Потому что они будут заниматься самыми именитыми музыкантами для того, чтобы, опять же, в этом оркестре сыграться. А вообще, на ваш взгляд, перспективы сейчас за какими проектами? А вот перспективы, мне кажется, за проектами маленькими, добрыми, где люди собираются для того, чтобы решить проблему своей маленькой территории. Потому что мы говорим, вот у нас на районе не хватает чего-то. Сейчас, в этой системе, президент дал возможность каждому в стране, кто не готов ждать, что пока власть что-то сделает, а готов сейчас встать, собрать людей и уже сегодня начать что-то делать. Мне кажется, будущее за такими проектами, которое объединяет людей в добром деле. И вот такие проекты мы, конечно, с удовольствием поддерживаем. И вот про сумму, у нас средняя сумма гранта по итогам конкурса 2 миллиона рублей. И поэтому, но, я повторюсь, там все, чем выше запрашиваемая сумма, тем больше требований. Поэтому, конечно, надо просить по минимуму. То есть здесь не работает принцип «проси больше, дадут меньше». Мы, как правило, даем ровно по запросу. Но если видим, что запрос завышен, мы просто не дадим поддержку, эксперты скажут, что это завышено. Ну вот 16 июля новый конкурс уже объявлен. Скажите, пожалуйста, и жителям нашего региона, да, руководителям НКО, что им сейчас нужно сделать для того, чтобы успешно в этом конкурсе принять участие? Какие ошибки учесть для того, чтобы их снова не повторить? Распланировать время. Самое главное – распланировать время, потому что не нужно ожидать последнего дня подачи заявок. То есть мы 16 июля начнем прием заявок, и он будет длиться достаточно долго, почти два месяца, до 10 сентября. Вот, как показывает практика наших конкурсов, у нас почти половина заявок, особенно вот сейчас в последний конкурс, пришло в последний день. Честно говоря, это плохо. Почему? Потому что это значит, что организация до последнего чем-то тянула, и заявка может быть как раз недоработанной. Уже сейчас можно, вот сейчас не откладывая, уже сейчас можно, посмотрев документы прежнего конкурса, они практически не изменятся. То есть в худшую сторону-то точно нет, то есть только какие-то где-то даже могут быть послабления. Подготовить сейчас проект уже, уже можно взять сейчас шаблон, но на сайте есть по старому конкурсу. Собрать письма поддержки, придумать какие ресурсы дополнительно, может быть, кто-то даст дополнительные ресурсы в проект. Это всегда плюс. Чем больше, собственно, и вклад, тем эксперты видят, что заинтересованность на территории в проекте высокая. И подготовить какую-нибудь красивую презентацию, загрузить отдельно, что-нибудь в видеопроекте снять. То есть, в принципе, ничего особенного сделать не нужно, кроме того, что делать нельзя, вы сказали. А чего нельзя? В проекте, когда мы беремся за помощь другим людям, мы должны быть ответственны. Потому что нельзя начать с кем-то кому-то помогать, а потом в какой-то момент к нему не прийти. Потому что для человека, особенно старшего поколения или человека с ограниченной возможностью бездоровья, это будет больно. Поэтому мы должны быть ответственны и по отношению к себе, и по отношению к теме, с кем мы хотим работать. Поэтому вот эта ответственность, она поможет сделать хорошую заявку. А грант можно просить на любые вещи, опять же, оправданные на зарплату, на покупку оборудования, на командировки, на поездки. Просто вот это должно быть все-таки... Отличительной особенностью нашего проекта является то, что он должен быть некоммерческий. То есть, если попытка упаковать бизнес в такой проект, не пройдет. Я благодарю вас за интервью, и мы будем очень рады видеть вас еще раз. И услышать, конечно же, добрые какие-то слова в адрес нашего региона, чтобы вы сказали, что да, какие вы молодцы. Прямо на фоне страны Архангельская область подарила больше всего идей, ну и самое главное, что есть результат.